Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Совет директоров» и ее ведущие Александр Тихонов и Татьяна Сорокина. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях компания CarPrice. Два гостя — генеральный директор Эдуард Горинович и IT-директор Илья Пятин. Здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! Спасибо большое, что пришли к нам в гости. CarPrice ассоциируется с таким известным, успешным стартапом в нашей стране. Очевидно, большая нехватка в новых, инновационных, интересных компаниях. Расскажите о том, как родилась у вас идея, расскажите о вашей компании. Чем вы занимаетесь? Мы первый в России онлайн-аукцион поддержанных автомобилей. Идея возникла, когда мы с будущими партнерами, коллегами обсуждали подобный проект, который уже работал в Германии. Мы увидели, что его бизнес-модель применима в России. И вместе с, наверное, сильнейшей командой основателей смогли запустить этот бизнес в России. Очень быстро привлекли первый раунд, показали хороший рост, динамику. Основатели кто? У нас на самом деле шесть основателей. То есть шесть человек составляют костяк команды. Самый известный это Оскар Хартман, серийный предприниматель, основатель купи VIP, CarPrice, еще ряда других стартапов. Собственно, я. Это наш директор по маркетингу Александр Данилов. Саша работал раньше в Одноклассниках. Он стоял у истоков Одноклассников, то есть имел такой богатый интернет-опыт. Это Олег Заньков, владелец студии Line Media, в которой, собственно, и работал когда-то Илья. Олег и Илья были костяком, такой основой с точки зрения разработки. Вот вы все встретились, собрались вместе, сказали, давайте что-нибудь сделаем. Почти. Как это было? Был лидер в лице Оскара, который сказал, что коллеги, товарищи, друзья, смотрите, есть такая немецкая компания, у нее какие-то показатели, очень успешная моя инвестиция, давайте смотреть и делать то же самое в России. А дальше пошел процесс адаптации бизнес-модели. Эдуард, а вот скажите, вот почему именно в сегменте поддержанных автомобилей это как-то стало особенно актуально или всегда было актуально, или здесь есть недостаток тех форм, которыми люди могут пользоваться, чтобы продавать и покупать поддержанные автомобили? Кстати, только продажа или покупка тоже? Я просто не очень в курсе. Только продажа. Только продажа. Вот почему именно этот сегмент? Выбор бизнес-моделей был очень скрупулезным. Значит, логика была такая, какие бизнес-модели, какие сегменты всех существующих рынков растут в период экономической стагнации или медленного роста. Напомню, что речь шла о конце 2013 года, начале 2014, когда мы, собственно, стали эту историю обсуждать. И тогда не было предпосылок для какого-то экономического кризиса. Это все случилось значительно позже. Когда мы обсуждали, мы не могли это прогнозировать, как, в общем-то, и никто. И вторичный рынок уже на тот момент был, а, достаточно развит, то есть было много дилеров, которые физически занимались машинами, в том числе поддержанными. Б, он был очень большой. На тот момент это около 60 миллиардов долларов в год. Ну, то есть огромный рынок. Внушительно. И на 95% на тот момент он был серым, черным, из рук в руки, непрозрачным. Не было игрока, не было лидера, не было… Были кусочные тренды, рынки и все остальное, газеты и сайты. Да, да. Илья, вы расскажите, как появились в этом бизнесе, какую роль вам отвели в этом стартапе? Я стоял у истоков создания платформы, на которой, собственно, работает компания CarPrice. Та платформа, которая позволяет десяткам тысяч дилеров ежедневно принимать участие в аукционах, которая позволяет по специально разработанному нами алгоритму осматривать автомобили. И сначала с небольшой командой разработчиков, а сейчас уже с довольно крупной и, наверное, одной из лучших команд в России, мы продолжаем развивать и запускать новые проекты на основе платформы аукционной. Правильно ли я понимаю, что когда вы говорите о платформе, вы говорите о некотором технологически продвинутом месте встреч, в котором происходят какие-то события, в том числе осмотр машины, с ценами, наверное, что-то происходит. Правильно? Безусловно. Эта платформа – это реал-тайм программный продукт. Он доступен в интернете для дилеров, которые участвуют в аукционе. Он доступен для тех, кто хочет продать машину, как, собственно, наш сайт carprice.ru. И там же работают все сотрудники компании в тех или иных, так скажем, личных кабинетах. Соответственно, в этом программном продукте мы заполняем всю информацию об автомобиле, смотрим, какие повреждения у него, с его техническое состояние, салон и так далее. И эта информация появляется в виде карточки аукциона одновременно у всех дилеров на территории всей России. То есть клиент, который хочет продать машину, к вам все-таки физически должен прийти вместе со своим автомобилем. И у вас есть какой-то способ поглядеть, наверное, на клиента вам не очень интересно, но на автомобиль. И на клиента тоже интересно. Тоже интересно. Цикл выглядит так, что вы хотите продать машину, попадаете на наш сайт carprice.ru, заполняете данные о своем автомобиле, увидите предварительный диапазон цен, выбираете удобную ближайшую для вас локацию, удобное для вас время, записываетесь на это время, приезжаете к нам на локацию, где наши штатные сотрудники осматривают ваш автомобиль. Как Илья правильно сказал, заносят эти данные и результаты осмотра на нашу платформу, которая из себя представляет сложный IT-продукт. А зачем вы его разрабатывали? Почему вы не взяли у немецкого стартапа? Или не купили? Ну, смотрите, дело в том, что российские реалии очень сильно отличаются от зарубежных. Как минимум, перед тем, как осматривать техническое состояние, мы обязательно проводим, ну, к примеру, юридическую проверку. Соответственно, юридическая проверка в России кардинальным образом отличается от того, что мы видим за рубежом, поэтому мы пришли к пониманию того, что значительную часть того бизнес-процесса, который должен проходить каждый автомобиль в нашей компании и в России, она отличается. И проще сделать это самим, адаптировать это сразу под российский рынок и сделать это хорошо. Что происходит потом? Вот, значит, вы оценили, вы описали автомобиль, отфотографировали и выставили. Нет, а можно еще не потом. Вот до какой степени дотошности вы оцениваете автомобиль? Очень дотошно. Очень дотошно. Мы разработали специальный алгоритм. Техническую сторону, я имею в виду, не юридическую, а техническую. Да. Вот тут у вас какой-то умный алгоритм есть, чтобы что-то понять. Безусловно. Мы разработали специальный алгоритм осмотра автомобиля. В нем примерно шесть сотен пунктов, по которым проходит осмотр. Каждая машина, которая к нам приезжает. Мы совместили там алгоритмы математические, которые позволяют дать ей какую-то оценку, и опыт экспертов, которые, собственно, составили вот этот вот классифайт, составили вот этот чек-лист, который заполняют наши сотрудники в наших филиалах. И благодаря этому чек-листу и алгоритму расчета, каждая машина получает определенную оценку, которая позволяет и дилерам, которые хотят поставить на нее ставку, и, соответственно, всем участникам аукциона, понять быстрее, какое техническое состояние у этого автомобиля, не просматривая все пятьсот пунктов, а увидев его фотографии, увидев повреждения, которые есть в автомобиле, увидев ключевые характеристики юридические, количество собольных мест ПТС и так далее. И, собственно, некую оценку от одного до пяти по каждому ключевому параметру по кузову, по салону, по ходовой части, двигателю и так далее. Вы описали автомобиль, создали карточку автомобиля, выставили на аукцион, и дилеры начинают торговаться за этот автомобиль. Первый вопрос связан с тем, кто эти дилеры? Вы их где нашли? Под словом дилер мы подразумеваем всех профессиональных участников вторичного рынка. То есть это те, кто приобретают автомобиль не для себя, а с целью дальнейшей перепродажи. Понятно. Это единственный критерий. То есть нам не нужны письма о том, что вы являетесь официальным дилером. Достаточно того, чтобы вы покупали автомобиль не для себя, и имели возможность привести его в достойное техническое состояние. Вы сказали, у вас много тысяч дилеров, я забыл, сколько. Вы их как набрали? Первых дилеров мы вели буквально за ручку. То есть мы размещали свои машины на доске объявлений, нам звонили в том числе дилеры, мы их приглашали, показывали, и на месте, показывая живой автомобиль, объясняли преимущества работы дистанционно с нами. И это был такой эффект снежного кома. Мы долго собирали первое какое-то ядро активной аудитории. Это самое сложное, да? Конечно. Как для любого классифайда, нужно набрать критическую массу и продавцов, и покупателей. Вот мы покупателей в лице дилеров собирали там несколько месяцев, а потом пошел эффект страфанного радио, поскольку рынок так или иначе ограничен, все профессионалы общаются между собой, плюс реклама, которая нацелена на потребителя, который продает автомобиль, она же попадает в поле зрения и профессионалов-покупателей, они из любопытства идут к нам, и сами, естественным образом, входящий поток идет. А вот, Эдор, скажите, а почему для вас принципиально, чтобы это были именно дилеры, которые покупают не для себя, а до дальнейшей перепродажи? Мне казалось, к вам какая разница, кому продать? Хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что механика нашего аукциона предполагает дистанционные торги в течение 30 минут. Возвращаясь к предыдущим вопросам, что происходит дальше? Мы описали машину, выложили это электронное описание на сайт, и это набор фотографий и цифр, на основании которых вам за 30 минут нужно принять решение, готовы ли вы потратить условно миллион рублей на данное транспортное средство или нет. Представьте себя как потребителя. Вы не ехали эту машину, вы не нажимали педаль газа, не знаете, как звучит двигатель, вы не ехали на ней, вы не знаете, как это вообще изнутри. Это же вопрос рисков. Дилер, который потом перепродает автомобиль, тоже не видел машину, тоже не сидел в ней. Но он, наверное, умеет ее, если нужно, как-то технически докрутить. Он делает оценку, исходя из тех материалов, которые мы ему показали. Первый вопрос, на ком риски? Принципиальное отличие. Все, что мы им показали, это все наши риски. Если мы что-то недостоверно показали, это наши риски. Почему дилер готов дистанционно, не думая о запахе, о эффекте нажатия на педаль. Тактильных ощущений, ход сиденья. Он не себе покупает. То есть ему не нужно, чтобы совпали все факторы, что вот эта машина ему не должна нравиться, для него это товар. Он действительно ее приведет в достойное состояние, поменяет масло, химчистку салона, мелкий ремонт по кузову или капитальный ремонт, если необходимо. Выставляет к себе на площадку. И дальше несколько сотен потенциальных покупателей в неделю, каждую неделю проходит мимо этой машины. И в течение двух-трех недель находится тот самый один из тысяч, кому нужна именно эта машина. Если машина в хорошем или иногда, как пишут, в отличном состоянии, проходила обслуживание у официальных дилеров, например, нет никаких видимых мятин. Почему ее нельзя продать конечному потребителю? Почему он не может купить? Ну, немножко непонятно. Дешевле, чем потом он купит у того же дилера. Альтернативы. То есть, безусловно, есть альтернативные способы продажи. Их никто не отменяет. У всех есть свои преимущества и недостатки. Если вы хотите получить максимально комфортные по балансу соотношения безопасность, скорость и деньги, то лучше, чем у Уксон, нет ничего. Если вы хотите максимизировать свою цену, безусловно, вы будете пробовать и какое-то время проинвестируете в этот процесс продажи. Хорошо, у нас пауза. Давайте мы в второй части передачи поговорим, что происходит дальше, как происходит процесс. Уважаемые телезрители, с вами программа Совет директоров. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, с вами программа Совет директоров. Ее ведущие Александр Тихонов и Татьяна Сорокина. Напомним вам, что у нас сегодня в гостях Эдуард Гуринович, генеральный директор компании CarPrice. Илья Пятин, IT-директор компании CarPrice. Продолжим наш разговор. Да, коллеги. Мы остановились на том, что вот машину оценили, вы ее создали карточку, вы ее выставили на торги и идет онлайн-аукцион. Вот, Илья, расскажите, что происходит физически в этот момент на платформе. Почему я спрашиваю? Я, например, участвовал, продавал машину на вашей площадке и как человек, который продавал, сидел на диване и шел некий график. С нижней точки до верхней ничего не понятно, кто ставит, сколько ставит, просто красивая картинка. У людей создается впечатление, что, ну, просто такая некая анимация идет, чтобы создать видимость. Чтобы видеть, что ценник растет. Ценник растет, да. А что реально происходит в этот момент? На самом деле, для тех, кто приезжает сейчас в наши офисы, мы немножко изменили визуализацию этого аукциона. Сейчас люди видят, какую ставку делает дилер, откуда он, как это выглядит. То есть в тот момент, когда мы выставляем карточку на аукцион, всем дилерам приходит информация о том, что есть новая машина и есть 30 минут на то, чтобы оценить ее состояние по нашей карточке и предложить какую-то цену. Соответственно, они либо делают ставку, у них есть мобильное приложение, они могут зайти на сайт, посмотреть подробную информацию, и они торгуются между собой, перебивают друг друга, то есть идет какая-то активность. Когда заканчивается 30 минут, если активность не утихает, то мы позволяем им еще немножко поторговаться, и максимум через 36 минут мы завершаем аукцион. Затем происходит подтверждение ставок с дилерами, которые победили, то есть мы удостоверяемся, что это все серьезно. Вы это как делаете? Мы это делаем, у нас есть просто их телефон, мы можем позвонить и подтвердить, что это не шутка, все серьезно. И после этого озвучиваем цену клиенту, который в это время ожидает окончания аукциона в нашем филиале. А дилер может отказаться? Да, вот я тоже сижу об этом думать, телефонный звонок это не шутка, не шутка. А завтра говорит, что я передумал. У нас, разумеется, есть гарантийные взносы вместе с дилерами, мы подписываем с ними договор, и в том случае, если они без каких-либо оснований вдруг решат отказаться, то, разумеется, они выплачивают некий штраф, компенсацию. Но происходит это крайне редко, потому что это их бизнес, им интересно приобрести этот автомобиль, и они отказываются только в том случае, если вдруг случилась какая-то проблема с нашей стороны, и чего мы, естественно, всячески стараемся избегать, нам тоже это не очень интересно. А вот активность во время аукциона, она вначале, наверное, не очень такая бурная, потому что им же надо какое-то время, чтобы посмотреть на все параметры, данные, оценить, а под конец, наверное, эта кривая как-то активнее, или какие наблюдения? Более того, иногда мы можем своим аукционом застать дилера просто где-то в дороге, и он увидит, что интересная его машина, он где-то остановится, припаркуется, откроет свой телефон и начнет просматривать карточку аукциона, когда уже где-то его середина прошла. И поэтому, конечно, основная активность, она происходит ближе к концу. Дилеры перебивают друг друга, им же интересно не только поставить какую-то ставку и перебить другого, им интересно предложить эту цену, на которую согласится продавец. Да, потому что он может победить на аукционе, но не получить автомобиль, если владельцу не понравится. А у вас вообще есть статистика, наверняка есть, она секретная или нет, о том, какое количество в итоге покупателей соглашаются продать свой автомобиль? И вообще, мне кажется, вот эта вся ваша умная система оценки автомобилей, проведения всего этого процесса, создает какое-то гигантское количество наблюдений, данных, которые можно анализировать, как-то использовать, как-то дальше изменять. Давайте расскажу. Смотрите, действительно, у нас, помимо того, что у нас есть информация о техническом состоянии, подробная экспертиза тысяч автомобилей, десятков, даже, наверное, сотен уже тысяч автомобилей, по каждому из этих автомобилей у нас есть, скажем так, аналитика по спросу рынка на них. То есть, мы знаем, какие дилеры из каких регионов и какие цены реально готовы предложить за конкретную машину в конкретном техническом состоянии. Это, ну, по сути, уникальная для России информация, потому что, когда человек в России задает себе вопрос, например, сколько стоит моя машина, на что он может ориентироваться? На доски объявлений, где люди выкладывают цену, которая, ну, кажется им, что адекватная для какой-то авто, какой-то их машины. А вы же можете знать, сколько стоит его машина в Питере или сколько она стоит, например, во Владивостоке? Безусловно, это одно из преимуществ нашей платформы, потому что у нас есть дилеры, например, из регионов, и есть регионы, где спрос на определенные виды автомобилей, он выше, чем, ну, например, в Москве. Подождите, Илья, это здорово, конечно, все, только вы же бизнесмены. Вам на это количество данных должно быть нужно зачем-то, что можно монетизировать так или иначе? Вот что с этим поделать-то нужно? Смотрите, это уникальное знание по спросу рынка на автомобили при очень хорошем понимании их технического состояния позволяет нам делать такое смелое утверждение, что мы действительно знаем рыночную стоимость автомобилей, настоящую рыночную стоимость. То есть то, какой спрос и то, какое техническое состояние, из этого складывается настоящая рыночная стоимость. И в скором времени мы планируем выпустить на рынок новый продукт, он будет называться Car Price Index, и предлагать его, например, страховым компаниям, банкам, для того, чтобы они могли оценить автомобиль как финансовый актив. Как залог. Как залог. Как залог. Совершенно верно. Или с точки зрения оценки стоимости автомобиля для страховки ущерба или угона. Правильно? Сейчас. Хорошо. Это интересно. Значит, отыграли в аукцион. Все-таки вопрос, секретно ли у вас статистика, сколько людей продает потом автомобиль? Не секрет. 45% в Москве. От тех, кто заинтересовался процессом, или кто конкретно уже прошел аукцион. И, в общем-то, на фоне цифр ближайших аналогов от трейдингов, в Германии порядка 50%. То есть мы очень близки. Да. Мы очень близки к этим показателям. А какая причина основная? Ну, подозреваю, что стоимость. Безусловно. Единственная причина отказа – это стоимость. Единственная причина в принципе нет. Других в принципе не может быть. Даже теоретически, если человек пришел в аукцион, значит, у него машина в порядке. Вы думали, что нужно сделать для того, чтобы увеличить процент? Тут одна, единственная стратегия – подключать больше дилеров и становиться таким… Мы уже стали маркетплейсом, о чем говорил Илья. Как мы сейчас монетизируем свою статистику о том, что мы знаем, что такая машина стоит в том регионе дороже? Очень банально. Ваша машина находится в Москве, а мы сознательно привлекаем на аукцион дилеров из нужного региона. Нужного в данном случае по цене. То есть там, где именно эта машина стоит дороже всего и пользуется самым большим спросом. Понятно. И мы искусственно внутри себя уже эту статистику монетизируем. Тем самым мы транслируем вам наиболее выгодное предложение. И всю вот эту логистическую историю с перемещением автомобиля де-факто мы берем на себя. Вы потом везете автомобиль? Да. Мы работаем в 18 регионах России, и это позволяет нам перемещать автомобили не только по городам нашего присутствия, но и в любую точку страны мы провезем, организуем стороннюю логистику и доставку автомобилей для дилера. Ну, а ваша доходная составляющая, это, соответственно, какой-то, видимо, процент, сумма сделки? Это комиссия дилера, да. Сейчас много людей работают в компании? Около 600 человек в российской части компании. Напомню, у нас есть еще японское подразделение, где работает порядка 30 сотрудников. Соответственно, в совокупности 630 человек. А там они что делают? Там японцы продают свои машины? Японцы продают японские машины через русский софт японским дилерам. Да, мы используем нашу платформу для того, чтобы японцы торговали автомобилями у себя. Интересно. Причем весьма успешно. Это вообще неожиданно, честно вам скажу. А вот если взять сотрудников, которые работают на фронте, да, то есть с заказчиками в офисе, вот у вас какое распределение? Именно тех, кто работает с клиентами в полях, их порядка 240 человек. А остальные центральные? Во всей иерархии. А опять там есть множество крупных отделов, таких как колл-центр. Они не в Москве, мы их вынесли в Ярославль. Там около 100 сотрудников. Есть отдел продаж, который, по сути, повторяет функции колл-центра только для дилерской части. И они физически звонят дилеру и говорят, что там для тебя машина, которая тебе интересна, выходи в приложение, к компьютеру подходи. Любым удобным способом начинает торговаться. Вот эти крупные такие самые подразделения. Ну и, конечно, отдел разработки. Но все-таки технологичная компания и эта ливийная часть, там, головного офиса, это команда Ильи, которые трудятся над продуктами. Эдуард, знаете, по поводу управления компанией хочу вас спросить. Сейчас есть очень такая модная тема, которая называется agile. Ну, которая в переводе на русский. Вам, я понимаю, что не надо это переводить. Вы прекрасно понимаете, улыбаетесь, понимая, о чем я спрашиваю. Ну, это вот такая подвижность, адаптивность, гибкость. Да, вот все, что с такими вещами связано. Это сейчас очень популярно в применении к стилю управления компаниями. Есть мнение, что в крупных, устоявшихся компаниях это в меньшей степени применимо. А в стартапах в большей и особенно в разработческой истории вообще agile идет от разработчиков программного обеспечения. Вот как вам, какое у вас восприятие этого слова и как вы, вы agile, какой у вас стиль управления, насколько вы подвижны, готовы к этому и вообще насколько этот термин про вас? Ну, априори, мы компания молодая, но уже крупная. Поэтому мы комбинируем различные стили управления, это нормально. Например, для сотрудников, у которых очень стандартные процессы, для них нет потребности в такой гибкости. Там классическая такая иерархия. Ну да, наверное, чтобы проверить юридическую частоту машины, особая гибкость. Там не нужна agile. А все, что касается разработки, проектных отделов, безусловно, там нужна гибкость. Вообще agile это не какое-то абстрактное слово, не синоним слова гибкость. Это набор принципов. Когда внутренние заказчики важнее процессов, когда взаимодействие с этим заказчиком люди важнее, чем процессы. И вот эти ценности для нас это абсолютная догма. То есть нам действительно люди важнее, чем процессы. Нам идеи новые и способность адаптировать их, применять, реализовывать максимально быстро важнее, чем какая-то выверенная годами стратегия. Тем более у нас ее нет, выверенной годами стратегии, потому что рынок меняется, все меняется. Потому что раны. Даже не потому что раны. Наша философия в инновациях. Это наш генотип. Да, наша передача подходит к концу. Называется она «Совет директоров». Мы просим обычно в конце нашей передачи дать совет. Вас лично хочу дать совет людям, которые начинают стартапы. С чего надо начинать в нашей стране? Начинать нужно прежде всего с команды. Потому что хорошая команда – это залог успеха. Идея может поменяться 10 раз, рынок изменится еще больше раз. А вот команда – это те люди, с которыми вы начинаете, кто остается с вами и поддерживает в сложных ситуациях, которые помогают менять этот мир. Ну, отлично. Вот на этой правильной, на мой взгляд, позиции о команде мы, наверное, и закончим нашу передачу. Уважаемые телезрители, с вами была программа «Совет директоров». В гостях у нас был Эдуард Гуринович, генеральный директор компании «Карпрайс», и Илья Пятин, IT-директор компании «Карпрайс». А программу вели Татьяна Сорокина и Александр Тихонов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok